В тарифе оценки вопрос, именно касающийся коммерциализации проекта своих, и я считаю, что уже крупный шаг в делах, и следующие годы мы будем делать и больше. Так как у нас есть идея именно развивать вот эти вот направления по стартапам, по предпринимателю, потому что, опять-таки, в работе со следующей промерой. Вот, например, у нас, в «Крестите», даже в «Заселе» с каждой предпринимателем, проходит три раза в месяц, там, есть такой фонд развития интернет-инициатив и несколько стартаперов, проходит три раза в месяц мероприятие, подправить туда своих педагогов, с которыми общаюсь, там, сотрудниками, ни в какую. Студентов – ни в какую. Доброщих, которые только не подправить, школьников – ни в какую. Нет, я вот куда-то… Вот почему? Ну да, все хорошо, красиво, здорово, там, Андрей рассказал, классно, он сам. Ну, это его жизнь, да? Ну, опять-таки, вредно-то, сон, это фонд, да? Учитель, я слушаю, я знаю, срок-пласс, 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 срок-пласс. Сейчас, у нас есть ответственность. Мы сейчас хотим искать деньги, нет вообще, сфоткровать какой-то ИП, нет еще за которым, или еще что-нибудь такое. Но это, не знаю, это совсем такое время и большинство. Так тут идея дороги – развить вот наше проживание под компетенцией, чтобы здесь еще потом сделать вот этот и наш фонд, и фенобаган, Поэтому, да, действительно, я думаю, что это все, все это реально, и если вот принимать на опыт ваш, на опыт ваш, вот этот опыт, который сейчас был представлен, вы не обязательно к нам ездите, а подключайтесь, пожалуйста, к команде Павловидовича, скажем так, открывайте в своих регионах подобные лагеря, школы, фестивали, и это действительно работает и действительно получается. Если не получается, то, как говорится, делайте и просим, приезжайте к нам на следующую смену, потому что к нам пока не массово, но в прошлом году 3, в этом году 2 региона, изо всех нам приезжала педагога, мы тоже там и коллаборировали. Игорь Владимирович, я мог бы оставить свою личность, но у Павловидовича все отрисанут у нас. Сейчас мы все оставим, правда, выше, чем демонистическое личность. Да, 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 все влияет. И мы с радостью, конечно, такую коллаборацию проведем на обмен обучения с родиной Гитлой, мне это будет здорово. Пожалуйста, теперь, Лена, ну, вопросы. Спасибо. А теперь все вопросы по всем темам. Пожалуйста, давайте справа на Лена. Да, сидите спокойно, я скажу, это я против. Добрый день, коллеги Игорь Шевченко, Никея Маринович. Удово-годородительного образования Альберинский центр педагогического творчества, заведующий лабораторией электроники. У меня сразу очень много вопросов. И первый вопрос. Нельзя как-то вернуть критерии? Можно, но они... Хорошо, тогда я о так расскажу. Значит, первый такой вопрос, который несколько меня зацепил. Значит, использование цифровых технологий. Но если в проектах, которые дети у меня делают, экономически невыгодно, не использовать ни 3D принтер, ни 3D, так сказать, фрезерование. А как в этом случае, будет поставлено на цель. Так, раз. Второй вопрос. Значит, с иностранным языком. Я начинаю работать с проектами, с детьми, которые еще 1-й класс. Они, честно говоря, не пишут. Они у меня уже запаяли. Они у меня уже схему рисуют. Это для них проекты, да? Сумасшедший проект получается. Очень интересный, да? О каком иностранном языке можно говорить? Это 2. И третий вопрос. Значит, многократно участвовал, ну, похвастаюсь, здесь побеждали. Это шаг в будущее, ученые в будущее и так далее. Да? Во многих конкурсах стоит ограничение авторов проекта. Максимум 2. Как соорганизовать командную работу? Это вот только, это есть те вопросы, которые вы нагорели, нагорели. Извините, я выглезну. Извините. Спасибо. Я, наверное, очень кратко отвечу вам. Значит, первое, критерии. Значит, мы показали пример критерия для конкретного фестиваля. При организации фестиваля в конкретном субъекте критерии затрачиваются с учетом того, какие работы планируются принимать на КТА и КТА. Мы смотрели, естественно, научный цикл 5-й и 11-й класс. В данном случае данные критерии были уместны. Если мы проводим фестиваль, например, по мультан-социальным проектам, то там, конечно, все будет по-другому. Даже и у меня в футболе есть больше критерий. Мы с удовольствием поражаемые критерии. Еще раз, критерий такой. Мы критерии показали не как догму универсальную, а как подход. Критерии, наверное, четкие, специфицированные. И каждый критерий однозначно имеет либо техотономическую оценку 0.1, либо 1, 2, 3, 4, сколько хотите, но без коридоров. То есть каждый балл, как в комплексе ФЗ-44, каждый балл обоснование за что? Чтобы исключить человеческий фактор в оценке жюри. Это ключевой момент. А какие критерии? Сколь это или какова нарезка? Это уже вопрос того конкретного фестиваля. Можно, коллеги Истричи, вопрос. Почему? Я просто тогда уже преподавал, как в рентгене, что он не использует для всех на очереди. Это же... Цитируя, сказать правду или положить? Правда. Последний раз получал для своей лаборатории какие-то средства, еще добрый советский регионат. Спасибо. Можно, например, как у нас в Весибирске, здесь же у вас коллеги из Весибирска, вот здесь, там, вся школа, школа, которая проекты, школьные деятельности в интернете. Я очень много раз слышал, не дайте себе это за это. Выращивание грядки свои собственные делают, морковку. То есть балл с базового уровня, но в оценок производства такой. Там интернет, я не знаю, к сожалению, с этим неудобно. Ну, хорошо. И в детских, и в организации. Сказать, не потеряйте. Даже антон за свои деньги. Давайте мы сейчас не будем скатывать вопросы. Я пригодил пример, что у меня 29-я школа, в которой есть все, включая Центр Космического Мониторинга и Геннамо-Лаборатории, при этом нулевую, видя в общих рамках, нулевое госфинансирование, да? Социальный партнер. И с языком такой же ответ. Значит, есть задача. Мы ставим одной из задач вовлечении языка максимально с любой ипостаси, потому что мы понимаем, что в первой стадии аналитической информационной есть технологический проект, то дети должны потихоньку формировать культуру, чтение первого источника. Без языка. И поэтому... Вот и третий вопрос. Да, пожалуйста. Представите, да? Алексей Тиренов, Центр инновации, Муниципальное учреждение СМИТ, агентственного Цель, не специально так же назвались, просто так получилось. По 3D-принтерам просто буквально вчера состоялось испытание, даже неудачно загорелся, маленький компактный 3D-принтер по 10 градусов. А по поводу кадров, у меня маркетолог профессиональный и управленец был до того момента, пока начало прохладить учреждение и заплатительное образование. Сначала было сложно, мы взяли свою команду, я их даже оплачивал, потом они сбежались, непонятно, да? В 800-м году в тот момент была зарплата, сейчас у нас отбор. То есть нам прислали лайф-резюме, мы отбираем, средний зарплат кедагогу заплатительное образование, зарплата 12 часов, а 25-35 тысяч для евро и ЧК. Там студенты. Сейчас, мы просто как поделиться опытом, не знаем, как это получится, у нас открылся педагогический класс, не у нас, а в системе образования, в рамках которого с 11 до 3 часов дня, каждую среду, как и назвали, это рационная среда, вот, максимум должно, в свое время, вот, ребята приходят к нам в центр и получают занятие по роботтехнике, вот, по всем компетенциям, с тем, чтобы не самим научиться, а научить других, ребята. То есть это будущие наши зарплаты кедагогу, или они хотя бы откроют опорные площадки в опорную школу. Это вот ровно один из вариантов, как мы сегодня уже опубликовали, когда мы готовим, вот, сейчас мне опять ступы, значит, мы готовим не учителей, а мы готовим специалистов и даем им, как я, ляк, герническую ординатуру, да, то есть вот, на преподавание, передача своих знаний в день, пожалуйста. Можно, как-то просто, на то, что для нас очень федеральный инститет, что в его пути. Соответственно, у нас, в принципе, бывает, значит, у них, например, наши инститетские ребята уходят в систему института, хотя у них, то, в случае, потенциаловое решение. Конечно, мы должны быть, о том, как мы их берем, это образование людей, если это, если мы перед, в центром трансферного учения школы, чтобы они уходили в школу, и там, в родительстве, в одном из результатов условий, брали, и всего остального, у них подойдется в среднем, в среднем, в школу, а чтобы они могли реализовать свои идеи, чтобы на базе наших целей, конечно, поплатили эти идеи. У них это интересное, и у них получает, интерес в профессии появляется, и мы хотим, чтобы они научились зарабатывать в этой профессии, но все это стоит, потому что глаза в том, они горят, они же видят, и они же видят, как это им интереснее. Но вот, можно ли у вас, как бы это просто обузу, а можно ли у вас попросить содействия к вам и поощрению этих школьников, точнее, школьников, а студентов, чтобы они приезжали к вам в рамках, или к вам в рамках, или еще как-то, или сплата, какие-то массив классы, сэксиопки или еще что-то. Супер вопрос, ответ простой. Все, что мы делаем, мы готовы делать бесплатно. Вопрос, там, дороги проживания, это не наше вопрос. А это общий принцип. Война, давайте поменяемся. Это, вот она как раз пример, о том, о чем мы радеем, что есть межрегиональное движение, когда студенты приходят к детям, аспиранты приходят к студентам, вместе опять приходят к детям. Одна из направлений, которые я показывал, свой среди своих, мы сейчас запускаем, не мы запускаем, а есть такой поход третий возраст, цифровые тимурцы. То есть, когда дети, вплоть до школьников, работают, приходят в гости домой, к пожилым людям и учат их адаптироваться, вот это цифровое средство, кому-то аккаунт, почты завести, кому-то там, кейсбук залез, кому-то там, какой-то акт вытащить из сети. Вот вам пример, пожалуйста, кинжетки и технологические проекты. Но вот построение вот такой вот темы, когда там российские юристы, когда я сделал очень интересный проект «Моя еврейская бабушка», когда вот проявляют, вот для тех, кто там пришел, на конюнжете, это не важно. Важно то, что налаживаются, или, например, на Западе очень интересные проекты, когда дом престарелых объединяют с детским садом, да, виртуально, и вот эти бабушки и дедушки, находящиеся там, спокойно приходят, играют с детьми, читая сказки и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, масса проектов, не только технологических, которые построены сетевом взаимодействии. Можно еще про один интересный проект расскажу? Просто пользуясь тем, что мы их все воспринимаем. Значит, этот проект в свое время делал Александр Рязов, привлекал его к нам, и сам директор центра школы iSchool для инстанкционной школы для детей-инвалидов. Значит, они делали чудесный проект, назывался он «Леонарм», «По следам Леонарма». Значит, в чем фишка, да? Дети с инвалидностью из разных городов нашей страны объединялись. Делились на проектные команды, группу аналитики, группа конструкторов, группа дизайнеров и так далее. И они отобрали девять устройств «Леонарма да Винчи», и задача была сначала покрытым источником, покрытым источником проанализировать и дойти до технической постановки задачи. Дальше группа проектировки по этой постановке должна была сделать чертежи, группа дизайнеров должна была сделать 3D-модель, группу производства в Москве на фистике, должна была напечатать детали для этих устройств, и дальше приемом уделе эти устройства должны были быть собраны. Критерий проверки один, заработал или не заработал. Соответственно, что-то не работало, по новому кругу, отработка и так далее. Вот это один из лучших примеров проектов, когда сетевое взаимодействие, и вот каждая группа, там, амметическая, дизайнерская, архитектурная, каждая из них группа была по умолчанию распределенная. Поэтому вот в наших силах такого рода проекта инициируют как раз беря за основу те возможности, которые сегодня есть. вам в крупных городах уже есть СМИ, есть по базу. Мы, например, он как раз Кирилл столный сидит, молчит, одна из практик, значит, то, что я за сценой стал, мы в этом году открыли СМИТ на базе Московской школы. Мы нашли не очень нормального директора, который согласился так сказать, нас терпеть, потому что на второй день пришла прокуратура, ну, все нормально, да, все как полагается. Значит, и как раз к вопросу о ценностном предложении, повторять очередной, ну, там заняты надо было подавать программ, значит, и как раз формулирование вот квинтесенции, а в чем этот СМИТ будет отличаться от соседей, да, значит, долго-долго смотрели, в общем, в итоге получилось так, что получилось три больших зоны, значит, зона робототехники, где вся линейка, там, от простейшего детского сада до хай-тека, вторая зона цифровое производство, ну, традиционное цифровое производство, мы его называем в обычной для мальчаток, то есть, и деревообработка, и вот эти все станки, фейзерные, краверовальные и так далее, дальше пришли девочки, сказали, а мы еще хуже, что ли, да, сделали третье направление, это цифровое производство для девочек, то есть, те же самые раскроенные столы, те же самые вышивальные машины, да, вот как это ругательное слово, вот это, пэтч, борт, пир, да, вот, все вышивальные машины, швейные, но все с чипу, в итоге, значит, самое интересное, как раз, просто, надо поделиться, да, значит, по древним документациям, там было не менее 60% времени ЦМИ должен работать на детей, значит, мы подали с 90% времени, то есть, у нас с 8 до 2 часов дня, это встроенный учебный процесс, то есть, уроки обычные, по технологии, по других предметам, проходят через эти, лаборатории, они в трех зале, школа находится, с 2 до 8 вечера, это блок выполнительного образования, в том числе и плавный, вот, кстати, на вопрос, ответ на вопрос, где день резины, в том числе, в том числе, платный блок выполнительного образования, а с 8 вечера до 8 утра, это коммерческое использование, в условиях, коммерческая рента, согласованность с имуществом, выпуск, опытное производство, сооборудование промышленное, там, билочки для кабинетов, билочки для гардеробчиков, там, билочки, шмилочки, неважно, сколько это стоит, важно, что школа, зарабатывают деньги, вопрос оплаты расходников, не стоит. это вот просто боль, мы этот смит уже открыли у себя, он у нас работает, прямо дети так ходят, 90%, но на бумаге его нет, потому что при всей поддержке максимальной к нашему субъекту, к нашему учреждению, этому смиту, мы не можем официально сдать в аренду, он просто не может, фишка в чем, сдайте договор о варенде, чтобы получить лицензию, дайте лицензию, чтобы получить договор о варенде, просто, посадите, спросите, понимаете договора с сетевой для заведения? Да, два договора, мы вам поделимся, два договора делается, один для жалко с сетевого взаимодействия, на тот период с 8 до 8, у вас есть коммерческая, мы все это проходили, но они когда садятся друг к другу, они начинают сами ругаться, одни просто в одних договор на аренду, а другие лицензию, а лицензию без аренды нельзя, аренду без лицензии, мы пошли проще, мы пошли сразу приезжаем задевать, вот этот проект проходили, как канвас рисовали, мы сразу же пошли службу в круг, сделать, какие проекты документы, что-то потом нам больше не годили. Пожалуйста. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, какое множество учителей ваших владельцев, или как вам детей это было направить? В феврале повешивается в Центре развития отдаенных детей объявлений набора, но в архиве он отлично может закрашивать. Здесь набираются очень дети, и на то, что не так быстро, они, когда я им не нравится, то есть, так как тяжело раскачать. Дети набираются очень дети. Центр развития, наверное, детей, Калининградская область. И, наверное, на территории Калининградской области, он на территории Калининградской области, да, это очень хорошая там инновационная помещение, хорошая, на берегу Занива, не более, не более. Он плавный здесь дальше? Он плавный, да. В этом году дай бог, плавники, и где. Мы тут движение очень много, 22 тысячи было. Возвращение. Мы работаем, чтобы немножко дешевле стало, но не стало получается очень быстро. не знаю, неестественно, потому что мы дешевле не так хорошо, 22 тысячи все поступили. если мы готовы, мы шли, мы не получили смену. Продолжение смену. В этом году мы сделали 15 дней, и опять мы успели, мы не просить больше, мы не должны. Здесь продолжение летней темы, значит, мы с Илья Алексеевичем уже 5 год подряд вынашиваем одну очередную идею, значит, может быть, благодаря замечательному сообществу, мы ее реализуем. Значит, мы хотим, знаете, как один из нас проводит компания, дать единый день бухгалтеров в стране. Мы хотим сделать единую летнюю смену в разных регионах, да, то есть мы догадываем единая программа, единый тренинг для кураторов программы, в один день в разных регионах открывается программа, привлекаем звезды, которые по сетевому графику облетают, объезжают эти копатьные секции. То есть вопрос только в ресурсной площадке вас, контент закрываем в совместной версии. Поэтому, если, значит, если такая авантюра вас включает, значит, давайте поймем, какие ресурсные площадки в ваших субъектах есть в увлечении, вот, пишите, и мы с удовольствием подведем их ирон, и объединим, чтобы потом нам вопросов не задавали, а в федерологии, а зачем я это самое, да, на выборе у них повышение квалификации, с министерствами просто все общаться, что федеральный проект, в общем, все довольны. Да, конечно, там девочки не урок будет. Мы остались на самом площадке, которая будет сотрудничать. Мы являемся контактами в город Фельма, эти школа, я тоже не могу похвастаться из каких-то сезий. Летом мы тоже провели такую семья, называлась это фестиваль Техни Пермь, 100 детей со всех школ, 5 партнеров, реальные предприятия, Ростелеком, ИСКРА, ИВС и так далее. Фельмские большие предприятия, каждый партнер взял свою содержательную линию в каждом паре. И естественно, дети, делали проекты, умный дом, космодром, эко-жилищик, какое-то, но это не моя тема. но это примерно то же самое, что делаете вы. И, конечно, это очень интересно сотрудничество, мы вот готовы стать площадкой так, чтобы по всей стране одинаковые технологии заработали. Спасибо. А, можно, простите, пожалуйста, про партнеров самые живоприцательные данные институты. Вот партнеры, мы работаем с Ростелекомом, замечательно, генеральный директор встречается с детьми, дети приходят, говорят, вот у нас проблема с системмодулем, он тут же вызывает технического директора, представляете, фельмское отделение Ростелекома, вызывает технического директора в команде детей и говорит, так, кого мы можем дать на консультацию, давай, давай, встречайся с ними. Круто, но я все время боюсь, что это закончится. Вы не понимаете, вы делаете. Нет, у нас таких партнеров много, но они работают, потому что вот они сумасшедшие. Ну, это нормально. И мы просто, понимаете, мы начинали с того, что просто выходили на IT-предприятие города Фельми и говорили, ребята, давайте с нами сотрудничать. Но мы не можем ничего сказать предприятию, кроме того, что вы же тоже учились в школе, давайте вы будете социально ответственными. Но, да, но проблема в том, что предприятия как бы не обязаны это делать. Вот, а что будет, если не будет сумасшедшего? Вы пытаетесь забрать аварию, которая не случилась. Хорошо. Может, вы в аудитории должны совпасть в тот момент, когда вы предлагаете сотрудничество. То есть, вы должны понимать, что оно взаимовыгодное. И когда оно будет взаимовыгодное, вот так у нас, никак он к нам пришел в самом начале. Так он воспитывает, к слову другого, никакого, наших социальных партнеров. Так же воспитывает. Да, я пожалую всех глушителей, но мне так хочется, чтобы гуглар хоть кашкает, а не знаю, политика в этом отношении. Не надо политики. Не надо политики. Образование, где политики в мире линии, пожалуйста. Вам пример, как в этом, с World Soldiers. Это вставка. Вначале точно так же несколько раз пригласили на мероприятие прийти, рассказать о World Soldiers. Это вот есть девушка, которая сейчас ответственная девушка в организации, ей платят зарплату только за то, что она будет взаимодействовать. Дальше. Они пришли, уже поработали вот так с проектами, рассказали, что они прошли несколько ступеней для того, что сейчас целенаправленно студенческий проект 5-го курса, они им задачи дают, но задачи, как это, найти характер. Ну, аля школы, аля, где у нас? И они говорят, нам этого уже мало, мы понимаем, мы думаем, следующий шаг. Поэтому, если им... Я так интересно со студентками, а школьники 6-й, 7-й класс. Это... Дорог, знаете, можно я вот респираю одну на той фразы, такую хокмонную медицинскую тему, да, что больница никогда не перестанет чем заниматься, пока поток заболевших не сравняется с потоком выздоровевших, да. Вот то же самое у нас, пока количество заражаемых вот этой идеей не сравняется с потоком нормальных, да, мы будем жить. Можно девушку впервые попросить? Я, за добавление жертвам и проакары вопросов, но я из нас смысл, а так, я, Геннадий, я, я вам, значит, манкер Александр, для нас пожелания питайте себя в регионе, когда начнут наши преподаватели обучать эти символики, или там, еще что-то будет, это очень урока, она очень много мысли, это все урока, а дети, это, потому что, у нас срочно, да, а преподавателя обучить, это срочно не получается, нет, оно получается, но еще, что, по заданию, да, у нас есть замечательные родители, которые хотят, чтобы и дети, срочно, обучились, а этот родитель, один из родителей, который сопровождают проект, который, 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 который хочет, и он, он вызывает технологику, он, который, он поделился, преподает, и успел занять, и он, мало того, что преподает, он еще получает, параллельно, так вот, для того, чтобы они, аспори, и, 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 Я для предложения сегодня говорил, что я точно не дорабатываю ресурсы, связанные с менеджментом, а факт это, я не знаю, кто родит ли всех моих детей, потому что абсолютно не шестой из них профессионалов в какой-то вот возрасте, и это точно не будет уже. Пожалуйста, Мастер. Больда творится на многих предприятиях, и проблема кейсов, это не проблема, что вы не понимаете, что такое кейс, это проблема управления, которое вообще-то не развивается. Если честно говоря, наша идея фитнес заключается в том, чтобы, так сказать, как-то это развернуть на уровне, ну, как бы запустить систему, когда инновации вообще стали бы ценностью. Не потому, что они вот так вот в школе учились, вообще-то ребята к вам придут, посмотрят и, так сказать, помогут реально достигнуть повышения фитнеса, то есть задачу их реально очень много. Если даже не брать крупный производственный бизнес, с которым действительно там есть ряд ограничений, да, то в среднем бизнесе их задач очень много. Вы понял, что, конечно, сложно это через школу решать, через систему, но по образованию, поэтому мы надеемся, что у нас это небольшой регион, так сказать, все со всеми знакомы. Мы попробуем вот так бы сверху и создать, включили вот эту систему, еще систему поддержки инновационной политики вообще в регионе, чтобы деловая следа не обнялась, да, это основное исследование. Ну, это первое, а вот, нам будет вопрос, да, вот смотрите, у нас в регионах, в этих проектах создается система поддержки проектных людей. То есть вы придите снова идеи, да, и мы вас, так сказать, проведем по одной системе, там, проектирование, по другой, по третьей, там, ресурсы, там, стартапы. Ну и вопрос в том, чтобы вообще-то идея возникла, да, и вот не было, я, так сказать, психолог по образованию, вот оно чуть-чуть по свое, да, а вот мы сейчас тоже про это думаем. А как создавать среду, где будут вообще возникать идеи? И это не будет отдана на лоб, ну, смотрите, что происходит, у нас правительство говорят разных регионов, ну, ну, там, гранты дадим начинающим предпринимателям. Предприниматели приходят, у нас на улице появляется 12-я предпринимательская, которая поддерживает грантам, а они говорят, ну, извините, нету на вас, банки о чем говорят, идеи нет интересных, деньги есть, мы дадим предпринимателям, давайте, мы поддержим. Как бы, инфраструктура-то есть идеи, но что-то не хватает с точки зрения порождения этих инновационных идей, каких-то средств. Вот вопрос, да, есть ли опыт вложения, так сказать, вот в эту часть инновационного проекта, с ребятами или, там, еще с каким-то целевой маниторой. Можно отвечать как принимать людей, ни с клянули ничего? Ноль. Абсолютно. Зеро. Хотите кучу крутых людей, покупаете билеты самолета, уезжаете на неделю в Штаты, проходите, каждый день проходит огромное количество различных корпусов. Вход на открытки полностью во время корпуса вам раскладывается, полностью во время презентации за 5 минут, а не весь проект раскладывается, включаясь, если вы смотрели, как будут зарабатывать деньги, у кого и как. Эта информация стоит много. Пока не будет команда, которая возьмёт ее и будет делать. Потому что одну и ту же идею, сделанную двумя командами, получится два абсолютно разных продукта. Это раз. Второе. По поводу изменения бизнес-процессов внутри компании. В крупных компаниях решение кейсов, изменения кейсов в бизнес-процессах неинтересно. Просто примите это за данность. Номер три. Это, к сожалению, я говорю на базе практики, которым огромное количество компаний пришло, при этом, поверьте, я общаюсь там с серьезными лицами. Причем на разных уровнях, в том числе и внутри процесса, и сверху. Опустить сверху на кого-либо что-либо, невозможно. Потому что это не работает. Если учить реальные интересы, реального человека в малом бизнесе, это действительно может сработать. Вот прям может. потому что предприниматель экономит свои зубы копейки. Если вы ему скажете, что я, я вам экономлю вот этот кост, цен, цен на том-то, или вот есть такая идея, мы вам, наш проект начинает вам зарабатывать, потому что он вам привлекает клиент. И мало того, вы мне вначале даже не платите, потому что это детский проект, вы начинаете платить, или там детский, студенчный, с приходящего клиента. Это тоже, на самом деле, одна система продажи, против федерации лидов, покупателей. Я приведу к встрече с друзьями, на почту ЦБК, я консультировал, со своей стороны, со своими восприятиями, мне объявили систему элементарно, мне сказали, ребята, мне, своим сотрудникам, заплатить клиентам, если он нам покажет, где можно сэкономить деньги. Мои проекты десятки миллионов рублей сэкономили, просто пришли. До этого это не было неинтересно. Работники ходили и говорили, мне зарплату платят деньги, ну там такая система была, совет, красный директор, который отшит университет на ноги по колене вперед. Вы чуть-чуть путаете два процесса. Это попытка постановки экспериментальных задач, в том числе на уровне детей, в которых предпринимать руководитель предприятия определенным образом. И профессиональную консультацию. Я этим зарабатывал большое количество. Я говорю об этом. Это реально главную среду, что есть там чем заниматься на самом деле. и там огромное количество. Да, да. Просто зачем нам кофе остынет? Пожалуйста. Собирай, вот, да, немножко скепч, можно добавить. Ну уж, мы ждали вас. И, честно говоря, мне кажется, поэтому у нас все один процент стартапов вызывают, там, когда они пользуются франвесом, бизнес-планами и всем прочим, потому что это все не работает, платят не тучи, не работают все системы, которые существуют в нашей стране, и кислотов. И поэтому, мне кажется, эти все системы, они вообще не мешают, потому что морочат голову большинство людей стартапов. Ну и вообще молодых людей, которые в эту систему влияют. Это, при этом, вот из этого возникает такой диссонанс, когда начинают преподаватели или еще кто-то, ну, на полной серьезе, говорят, ну, пишите бизнес-планы, правильный там, найдите все там, ну, эти ресурсы, все все пишите. А в реальсе это же не работает, потому что это, ну, если вы посмотрите на реальность, действительно, там, успешных предпринимателей, даже неуспешных, те, кто занимается, там, каким-то, очень знаным бизнесом, малым бизнесом, люди даже не отличают, там, самознание, то есть от малого бизнеса, уж что говорит нам? Ну, то есть они считают, если я у них продал, это малый бизнес. Ну, это не так. То есть, малый бизнес, хотя бы, ну, как минимум, понимает, что 100 миллионов оборотов в год, потому что есть митерии малого бизнеса в нашей стране. Он начинает со 100 миллионов рублей. С 10. Со 100. С 10? Со 100 до 800 миллионов – это малый бизнес. С 800 миллионов оборотов в год – это средний. И опять же, если все, что ниже 100 миллионов рублей, это вообще нано-бизнес, если что-то приходит. Да, посмотрите, поэтому все это очень несерьезно получается. И опять же, когда любой совет в стране скажет, что ладно, мы знаем, как все дела делают, и получается, вы как бы вводите в заблуждение такое, когда вы это транслируете на большую аудиторию молодых людей, на студентов, на школе, они не верят как раз так и вам, потому что чувствуется, что это неправда. И это действительно неправда. И поэтому, опять же, эта система неверная. При этом я не понимаю, почему у нас игнорировался огромный класс нашей истории, много действительно берифт людей и королев, при том это не самый удачный пример по поводу того, как надо делать команду, потому что, если посмотреть на биографию, понятно, как он достиг тех результатов, как его достиг. Есть у нас Макарин, есть у нас Адшуля. Почему мы не строим нашу развитие, траекторию, того, что мы делаем, на тех, именно на наших различных разработках, которые сильно доказали свою успешность, которая сейчас также активно применяется за рубежом. То же самое, даже финансы GTX, его используют сейчас все во всем мире, кроме нас. Потому что мы используем, там, камбусы не используем. Та фига. Вот. Поэтому у меня такое социалистическое отношение, и я считаю, что нам нужно брать то, что у нас существует, и, соответственно, опять будет двигаться в Киеве. Ну, спасибо вам огромное замечание. Значит, я отвечу за нас, я думаю, вместе. Мы не в том плане, что мы… На самом деле, вы не то, что не противоречите тому, что мы говорили, да, вы просто демонстрировать одну из конкретных имплементаций того, что мы говорили, да. У нас, например, на нашем моем слайде была строчная методология, да, мы о чем говорим? Берите любую, которая вам кажется разумной. Главное, чтобы она была общепринятой. И, в частности, ТРИС входит в число подготовки… Один из образовательных модулей в обязательной подготовке, в частности, тех учителей, которых мы готовим для реализации проекта, да. То есть не надо из этого делать метку, но один из образовательных модулей в обязательном порядке, да, потому что никто не отменял книжку, и вот мы и изобретатели. Да, да, да. То есть еще раз, тоже выглядит непротиворечит тому, что мы говорим. Просто у Андрея оба совковые лопаты, у меня штыковые, у вас ее. Ранёвые результатом сложно. Так, вот, Наталья, а вот, да можно там пропустили, да? Я как раз была озадушена… Ну, зовут меня Мина Павловна Гуминюк, я из Федеринграда. Я заместитель директора лицея, Манна Павловна Лицей. И все эти годы, вот я уже больше десяти лет работаю именно в своем лицее, у меня стоит проблема такая. Проблема кадров в каком плане? Не в плане создания выпусков, а в плане массового производства детей, выпускников. И мне как бы нужно было, чтобы те учителя, которые у меня здесь и сейчас, должны были работать. И мы вот как раз на проектную деятельность. Вы же не из бизнеса, не из каких-то, ну, иностранных систем. А из системы их будет надо быть. Вот система – это теория учебной деятельности, которая очень серьезно разработана, у которой есть метод постановки и решения учебной задачи. И бывший нам метод постановки и решения проектной задачи. Но мы четко понимаем, что проектная задача и проектная деятельность – это разные вещи. И вот на индивидуализацию проектного способа деятельности мы выходим через проектную задачу. У нас в Калининграде, например, уже при нашем лицее есть серьезная сетевая организация, куда входят 10 школ. Мы разработали 8 межпредметных проектных задач, которые входят в учебный план, который является основной частью учебного процесса. И эти, согласовав учебные планы в своей сетевой организации, в каждой проектной задачи у нас участвуют в пятом классе более 10 человек, и потом мы входим на проектный фестиваль. В данной ситуации, что мы подразумеваем под продуктом? О самоизменении самобытного. Изменения. То, о чем говорил, в общем-то, Павел Дэйвич, он цитировал «Осмолова». Осмолов говорил, что нам нужно создать людей такую компетенцию, чтобы они могли изменять собственную организацию. Ну вот, как раз на это и нацеленно. Хотя создают они продукты, реальные. Ну, например, у нас вот есть проектная задача, который называется «Лесопарковая зона нашего микрорызма». И там есть, она идет достаточно долго, именно эта проектная задача. Ясно, что это не проект в полном смысле этого слова. Он очень похож на то, что вы, на то, что вы сейчас показали. Вот, то, что вы делаете, очень здорово. Хотя мы не будем думать, что… Ну, вот, вопрос как раз в том, как работать с учителями. Вот, когда пошли межпредельные проектные задачи, пошло такое научительское действие, как внутренние проектные задачи. Сейчас вопрос, как работает с учителя. У вас есть отличная возможность, Сергей Васильевич, находясь на микроре, с вами свяжутся и помогут. Да, Сергей Васильевич, мы давно-недавно работаем. Прекрасно. Так. Вы много раздавали, да? Нет, нет, нет. Извините. Я поставлюсь быстро. У меня два вопроса ремарка. Меня зовут Дарья, представляет Стоярский дворец «Сионера». Я задавляю эту пункцию. Это еще и пункция. Это было очень много творчества. Это такой тоже акцемором, который пока кручается у нас. То есть, я думаю, что мы можем председоваться, как, ну, большое застанчивое учреждение, которое можно назвать по государству, как площадка может быть. Только за. Можно. Куда? 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 А? Извините. А, тут первичечный вопрос. по критериям ценности проекта просто есть ли какой-то принцип или принцип по формированию критерия? Очень простой. Два принципа. Первое – открытость, чтобы критерии все открыты и прозрачны. Второе – они однозначно толкуемые. То есть на любое прохождение проекта через любой критерий должно быть на выходе два ответа – да, нет. Вот. А критику надо при консультации на дисплееварке. Вы различаете и другие результаты. Проект, видите, же. То есть со мной вообще отвечает. Нет, там много таких правов. Давайте мы отдельно. Придите, пожалуйста. Крестная Астеха, Ирина Волшимова, средняя школа. Коллеги, у меня вопрос. Вот сегодня очень многому научились, в том числе и как проект пишется, и как пронавозил партнера. А что делать, если партнер дает задачу для проекта, например, двумя пассивную для школьников? Или взялись за проект и не решили эту задачу? И пришли и не успевал. Что делать? Можно сказать, я на хвост отвечу, а потом, значит, не успевал. Вот одно из вещей, которое мы совершенно не учим детей в школе, а я обычно всегда с этого и начинаю, что одна из функций грамотного руководителя проекта – либо довести проект до заданного результата, либо вовремя прерывать проект. Поэтому детей надо к этой функции готовить и объяснять, что отрицательный результат за руки в проектах эксперимента – это замечательный результат. Только вопрос в том, чтобы получить его максимально рано, чтобы цена убытка была минимальная, да? Обоснованно. Ну, естественно, да. Это ответ на последний кусок обоснованного. А почему вы не рассматриваете план, исходя из поставленных задач на 15 лет? Вам ставят невыполнимую задачу? А если делать срок? Нет. Ну, что, невыполнимая задача может превратиться в 15-летие. Но у вас есть планы для выполнения первого этапа. У вас всегда все разбивается на шаги. У моей компании есть задача. Я ее выполню, если я ее выполню через процент, я не обещаю. Просто анализ результат. Надо разбираться на другом. Нет инспектов вообще у детей. Потому что задача для того, как так свернуть, то, что они не успели, это не успех. Они должны проанализировать. Почему это не успех? И об этом вы не можете успеть. У вас есть определенный срок, в который вы можете успеть определенную вещь пройти. Но при этом, если вы весь проект до поставленной задачи разобьете на длинную и пройдете вот это первое. Это один вариант. В ответ на ваш вопрос много. Первое. Классично. Быстро, дешево, качественно выберете любые два. Волшебный проектный треугольник. Одну точку вершины фиксирует как табу, вторую настраиваем, третью наблюдает. Например, то, что Агрей пытался пояснить, вам надо выкупать траншею 3 метра глубиной, 20 км длиной. Детьми пятого класса. Требование жесткое заказчика. Что можем менять? Ресурсы, например, привлечься к экскаватору. Пожалуйста. Или сроки менять. Это один вопрос. Второй вопрос. Значит, если вам никто не мешает заниматься социальным партнерством, значит, у вас есть задача, в качестве ресурса можно попробовать привлечь студентов, кого-то еще, для того, чтобы ресурсное обеспечение этого проекта было адекватным для реализации данных. В этом есть руководство свое. Не бывает нерешаемой задачи. Нет компетенции решения. Не надо такую фразу. Компетенции, если нет, они выбирают. Следующий вопрос. Пожалуйста. В этом вопросе. Как мы заслуживаем поискну. На самом деле, задача решается. Не бывает. У нас проекты в большом количестве производители и в то время было сказано, что выполнение 1% чем больше проект, тем больше невозможности, чтобы оно было исполнено. Единственное, это сама практическая часть. То есть, ну и детка, ребенок, он может что-то делать, он проектирует что угодно. И тут можно сопоставлять, это какие-то реальные возможности, он должен мыть, я понял. Ну, например, он говорит, я хочу сделать такую-то такую-то вещь, например, он практически и наоборот. Естественно, он ее никогда не делает, если не присутствует к этому, к этой работе. Ну, а дальше весь процесс идет вот здесь, кто-то поставил задачу. Какие он пути для этого, как шоу, но в какой-то проект, определенная передача делается. На самом деле, это абсолютно четкая командная работа. И, допустим, изначально, в инстанции, кто не мог эту передачу в общей корпусе, и просто санкционировали. Ну, а дальше пошли процессы. Включались и стройщики, которые говорили, ну, на передачу и выше строка, давайте, потому что он, придумываем, это, включались там журналисты, которые тоже думали, ну, как он, кавычный. То есть, и сам процесс в сроках, да, он тоже, его можно остановить, можно переформатировать на какой-то другой видеорформе. И тогда этот проект, ну, следующий этап будет, значит, и тогда он может и реализовывать. Спасибо вам огромное. Вот, подытоживая замечательный диск, вот, вспомните картинку, которую Владимир Кузнецов показывал нам в завершении нашей панельной дискуссии. Слов порезанных на кускам. Словно, если нельзя съесть целиком, значит, надо его по-наменке отбирные порезать и привыкнуть и все. Ну, коллеги, я очень вам признателен за законы, не знаю, как другие группы, но я считаю, что наша прошла в свете. Спасибо вам. Я рекомендую оставить нам список тех, кто здесь был, чтобы вы могли скоммуницировать. Спасибо.